Всем привет! В этом видео пошагово разберем, как делать такую крутую иллюстрацию с использованием негативного пространства. Поехали! Изображений в таком стиле на самом деле в интернете очень много и многие векторные художники используют эти приемы. И за идею композиции в нашей работе мы будем использовать маяк. Негативное пространство. В двух словах мы давайте зацепим эту тему. На самом деле негативное пространство это пространство вокруг нашего объекта, которое в принципе создает дополнительную иллюзию в самом объекте. В нашем случае, к примеру, будет фон и будет основная иллюстрация на вот этом вот фоне. В данном случае она у меня голубая. То есть если я буду рисовать горы где-то на заднем плане, вот так, они в данный момент уже есть частью бэкграунда моего, то есть вот этого вот фона. И он входит на объект. То есть можно эти горы называть негативным пространством в объекте. То есть в объекте по факту отсутствует вот эта часть, она есть частью фона, но она создает дополнительный элемент и дополнительный момент дизайна. Собственно в двух словах о негативном пространстве. Углубляться сильно не буду, поищите в интернете, кому интересна эта тема. Я думаю вы не будете разочарованы, зная такие знания. Ну, собственно, давайте приступать к нашей работе. Если сложно с воображением, всегда есть Google. Google. Заходим в Google и ищем нужное изображение. В данном случае давайте поищем маяк на закате. Там есть много композиций. И будем юзать эти картинки как референсы для того, чтобы составить некую композицию у себя в голове, для того, чтобы в будущем получить нужную нам иллюстрацию. На чем базируется такая иллюстрация? Она базируется на силуэтных объектах. То есть мы будем создавать некие силуэтные объекты. В нашем случае это будут облака, маяк, горы, море. И эти силуэтные объекты размещать на изначально заданном фоне, в который будет вписываться наша иллюстрация. Я решил, что это будет круг, поэтому давайте этот круг мы и сразу создадим. Вот такой вот у нас черный круг получился. И я думаю, что Малевич нам бы обзавидовался. Но давайте чисто для Малевича сделаем еще какую-нибудь прямоугольную область вокруг этого круга. Выделим оба этих объекта. И в панели выравнивания выравняем их по центру, по горизонтали и по вертикали. Поскольку наш круг находится ниже квадрата, его нужно переместить на верхний план. Я это делаю переносом слоя наверх. Вот так. И кругу задаю цвет какой-нибудь холодный ночной голубой. Пока это будет такой. А фоновым цветом у нас будет некая тоже холодная сине-фиолетовая каша. Нужно поискать ее. Но нужно брать глубоко-глубоко. Это будет нашим базовым. Вот неплохо. А еще я советую наш квадрат закрепить в панели слоев, поставив здесь вот такой вот замочек. Мы его теперь не можем выделять и он не будет нам мешать при работе с другими объектами. Ну и наша цель теперь создавать нужные нам силуэты, которые будут вот в этом кругу. Начать можно с облаков. Нам их понадобится несколько штук. И для создания облаков есть несколько вариантов. Первый вариант это взять элипсы и вот так вот их наделать кучу разных элипсов. Мы уже делали такие приемы. То есть мы формируем в основном верхнюю часть облака. Нижнюю мы отрежем. Так будет. Их можно даже немножко разной формы делать. Вот так. Есть. Это одно облако. Мы все это выделяем и в панели обработки контуров соединяем в один объект. Вот с помощью вот этой кнопки. Раз. Потом берем нож. Зажимаем Alt, потом Shift и отрезаем ровную линию внизу. Выбираем инструмент прямое выделение. Нижнюю часть выделяем и удаляем. Одна форма облаков готова. Вторая давайте сделаем просто переместим несколько вот этих штук по другому. Сделаем какое-то немного менее круглое облако. Менее вытянутое. Вот так вот выделили. Вот это скопировали. Сделаем еще одно из него. Здесь снова все это соединяем в один объект. Берем нож и Alt, Shift и отрезаем нижнюю часть и выделяем. Удаляем. Готово. Давайте еще одно сделаем с другим каким-то направлением. Возможно вот так прям. Раз. Здесь может. Вот. Нет. Вот. Отлично. Так. Выделяем. Соединяем. Берем нож и отрезаем где-то в этой области. Нижнюю часть удаляем. Так. У нас уже есть три силуэта облаков. И можно сделать еще какое-то для маленькой формы. Да, пускай будет. Все. В общем облаков мы наделали. И они у нас уже сразу цвета нашего фона. Значит мы можем их вот так вот передвигать. На наш объект. И тем самым мы видим, что фон врезается в наш круг. И намекая на то, что здесь есть облака. Давайте здесь в центральной части нашего круга мы проведем вот такую линию. То есть выставим ее по центру. Зажимая shift мы ее сделаем сугубо горизонтальной. Вот такой. И поскольку у нас ее не видно, потому что нет ни заливки, ни обводки. Давайте здесь добавим значение обводки. Ну. Даже можно в один пиксель. Это будет условная линия. Но для того, чтобы ее видеть, давайте зададим какой-нибудь другой цвет. Чтобы он был более контрастным относительно других цветов, с которыми мы работаем. Итак, будем представлять, что это у нас линия горизонта. То есть нижняя часть в круге под линией горизонта. Это у нас будет жидкость в форме озера, воды, моря, океана. Где-то здесь мы разместим маяк. На задней части будут горы, я думаю. И на переднем плане мы какой-нибудь объект приделаем в форме, не знаю, выступающей скалы. Возможно, с каким-нибудь деревом. Но теперь давайте расставим облака выше линии горизонта, которые уходят в тот же горизонт. Правило номер один. Облака, которые находятся непосредственно над нами, ближе к нам, к зрителю, они больше. И чем дальше они уходят в линию горизонта, тем они становятся помельче и пореже. Так. Поэтому вот здесь они будут маленькие. Мы сейчас начинаем искать идеальную композицию. Но мы будем не только использовать фоновый цвет, мы будем делать копии наших облаков. Вот так вот. И использовать цвет нашего объекта. То есть мы можем себе позволить делать вот такие вот выступающие части. Причем я здесь на передний план вынес вот эту картинку. Так. Давайте здесь делаем такую же штуку. Тут нужно сделать поменьше. И на передний план. Строим внизу несколько тучек. Давайте вот эту возьмем. Мы можем также это облако через объект меню трансформировать. Зеркальное отражение. Просто его развернуть в другую сторону. И тоже использовать. Хорошо. И давайте здесь тоже. Причем мы можем его немножко вытянуть. Вот так вот. То есть вот такой вот принцип разброски облаков. Мы еще их подровняем. Когда будем выставлять остальные объекты. Очень интересно уже на самом деле получается. И за счет того, что в фон вливается объект, а объект вылазит на фон, получается вот такие вот интересные приемы. В котором можно на самом деле очень много разных иллюстраций наделать. Давайте теперь сделаем маяк. Для этого я перейду на свободное место. И будем его разбирать. На самом деле маяк это что? Это в нашем случае цилиндр. С сужением верхней части. В плоской форме цилиндр. Это прямоугольник. Поэтому в принципе с него и будем начинать. Любой объект желательно разбивать на простые геометрические фигуры. И ими рисовать. Вот я нарисовал вот такой вот вытянутый прямоугольник. И для того, чтобы мне его сузить в верхней части, я выделяю только верхние две точки. Перехожу в меню объект. Трансформировать. Масштабирование. Здесь у меня стоит опция равномерно. И включена опция просмотра. И я просто колесиком мыши вот так вот сужаю расстояние между этими точками. Нажимаю ОК. И у меня получается уже вот такое сужение нашего объекта. То есть это его основная нижняя форма. Выступающая. Потом что еще у маяка? В верхней части маяка есть некая конструкция. Собственно, которая отвечает за распространение света. Там стоит прожектор. Когда-то там были системы зеркал и горели огни. Интересно вообще все это происходило. Можно сделать очень простую форму. А можно заморочиться и нарисовать кучу разных деталей. Собственно, вот это вот у нас кабина со светом. Ну и еще осталось сделать крышу. Крышу мы можем сделать с помощью вот такого инструмента. как создание фигур. И просто вот так вот каракулить, сделать что-то подобное на треугольник. И иллюстратор нам сделает треугольник. Вот. Мы его здесь соединим в один объект. И это у нас будет крыша. Крыша. Да. Так, хорошо. А, и цвет. Цвет, конечно же. Вот такая простая силуэтная форма. Но чего еще не хватает. Можно здесь еще добавить намек на парапет. Давайте просто скопируем вот этот прямоугольник. Сделаем его немного поуже. И нарисуем здесь несколько поддерживающих конструкций. Вот так. И вот так. Как бы намек на то, что здесь что-то есть еще понятен. Здесь, конечно же, было бы интереснее задать каких-то окошек. Но мы к этому еще вернемся в зависимости от того, что у нас будет в композиции. То есть мы выделяем теперь весь этот объект. Группируем его. Ctrl G. И тащим на нашу основную композицию. С помощью Shift я могу изменять размеры объекта равномерно. Так, давайте подумаем, где мы его разместим. Я думаю, что его нужно сделать немножко меньше. Вот так вот. Ну и, как мы видим, нам придется еще облаками искать более оптимальные местоположения, чтобы в некоторых случаях не загораживать другие объекты в нашей композиции. Вот здесь у нас будет маяк. Так, теперь небольшая хитрость. Нам нужно придумать интересный эффект свечения. То есть посадить, пускай растет в нашем пейзаже, солнце. Или это будет луна. Но если композиция будет в холодной гамме, я думаю, что это, наверное, такая очень яркая луна. Я выделяю наш круг и делаю его копию. Ctrl-C, Ctrl-F. Эту копию с зажатым Shift и Alt я сужаю в центр нашей композиции. Собственно, размер вот этого вот круга, который мы сужаем, это будет размер нашего светила. Я думаю, что в таком формате нам его будет достаточно. И задаем ему сразу белый цвет. У нас задалась обводка. Давайте вот здесь развернем все это дело. Вот, ба-ба-ба-ба. Обводку уберем. Вот оно, наше светило. Но давайте ему все-таки немножко добавим голубого оттенка. Вот так. Выделяем основной круг. Делаем его копию. Ctrl-C, Ctrl-F. Выделяем теперь маленький круг с помощью Shift-а оба объекта. И нажимаем Ctrl-Alt-B. То есть создаем переход. Потом двойным кликом по инструменту «Переход» открываем настройки нашего перехода. В выпадающем списке открываем опцию «Задать число шагов». И здесь стоит 149. Конечно же, это много. Давайте поставим где-то 12. И посмотрим, что у нас получается. Вот 12. Мы видим вот такие вот границы интересные. Я думаю, что размер этих границ... Давайте попробуем меньше. 8. 8 тоже хорошо. Нажимаем «Ок». Давайте еще поищем цвет нашего голубого заднего плана. То есть в панели «Слои». Находим переход, разворачиваем его. Выбираем вот этот вот голубой цвет. Большой круг. И давайте попробуем поискать какое-то другое значение. Возможно, даже вот такое фиолетовое. Вот хороший цвет у нас получился. Теперь мы можем наш объект разобрать. И мы получаем вот такой вот каскад кругов разного цвета, которые мы сейчас будем использовать. Центральный вот этот круг мы с помощью инструмента «Прямое выделение» выделяем и возвращаем ему белый цвет. Так он будет более выразительным. Сейчас нам теперь нужны наши вот эти вот облака. Выделить. И с помощью пипетки задать цвет вот этого вот последнего крайнего круга. Вот эти вот все облака мы можем поискать в других цветовых решениях, которые мы будем брать пипеткой из... Из вот этого вот перехода, который мы создали. Неплохо, да? Но у нас остается в воздухе висеть наш маяк, поэтому нужно его куда-то приземлить. Давайте просто инструментом перо нарисуем здесь какую-нибудь безумную... Безумную поломанную... Такая пауза получилась. Безумную поломанную область чего-то. Область чего-то. И задаем ей фон... Фон заднего плана. Ну и давайте посмотрим, что мы тут наломали. Выделяем наш объект. Включаем «Прямое выделение». И попробуем скруглить все эти вещи. Острые углы мы поскругляли. В некоторых моментах они скруглились, в некоторых нет. Но, в принципе, меня все устраивает. Итак, поскольку у нас задний план... Центральная линия горизонта очень далеко. Нам нужно еще ее разбить какими-нибудь каскадом гор. Поэтому рисуем там горы. Наверное, не будем закрывать. Нет, будем, наверное, закрывать немного, да? То есть берем вот прям в этой линии, делаем первый клик и рисуем несколько треугольников гор. Вот так. Все, тем самым формируем линию горизонта. А теперь нам нужно изменить цвет самой воды. Вот здесь у нас вода. Для этого мы оставляли в самом низу изначальный наш эллипс. Выделяем его и переносим на передний план. С помощью шифта выделяем еще нашу линию горизонта. И эти оба объекта разделяем. У нас получается два вот таких объекта. Но они находятся в группе. Через правую кнопочку мы всю эту штуку разгруппировываем. И верхнюю часть мы можем смело удалять. Вот. А нижняя у нас будет морем. Но нам ее нужно переместить под маяк. И под вот тот участок земли, который мы уже нарисовали. Для этого мы просто всю эту вещь перемещаем на задний план. Она у нас упала под бэкграунд. Поэтому мы ее просто немножко здесь перемещаем. И еще ее нужно переместить выше вот этой группы. Вот так. Да. И нужно придумать цвет нашему морю. Давайте просто пипеткой возьмем вот этот. В этом месте мне просится тоже черный фоновый силуэт облака. Давайте просто вот это вот возьмем. И маленьким облачком врежем здесь кусочек фона. Для поддержания равновесия в композиции там недостаточно. Как по мне. Или лучше вот это. Давайте посмотрим. Да, наверное, так будет интереснее. Вот как-то так. Это тогда спускаем немного сюда. А это как раз мы сделаем наружу. Вот. Теперь нужно разобраться с водой. И сделать здесь тоже какое-то свечение. Отражение нашего света лунного. Для этого мы нарисуем вот такой вот прямоугольник. Один. И где-то в этом месте сделаем его копию. С помощью альта перетащим. Выделим оба этих объекта. И нажмем Ctrl-Alt-B. Так. У нас снова создается переход. Мы выбираем это нижний верхний переход. И делаем ему вот такую вот копию. Хорошо. И теперь двойным кликом по переходу нужно изменить число шагов нашего перехода. 8 у нас было, кажется, да? Давайте посмотрим. Да, 8. Хорошо. Даже 7. Давайте 7. Окей. И разбираем этот объект. Разобрать. У нас должно получиться несколько прямоугольников разного цвета. Вот в такой группе. Выделяем нашу область воды, которую мы сделали. Вот эту половинку круга. Делаем его копию. Ctrl-C, Ctrl-F на передний план. И переносим на самый верх. Выделяем с помощью шифта еще группу наших вот этих прямоугольников. И нажимаем Ctrl-C. То есть мы создаем вот такую маску. Далее нам нужно все это дело здесь разрезать. Разрезаем. И у нас в группе есть несколько вот таких вот прямоугольников, которые мы выделяем все вместе. Переходим в меню объект. Контур. Создать параллельный контур. Включаем здесь просмотр и делаем чуть-чуть меньше. Наши объекты где-то вот так. Отлично. Пока они у нас выделены, вырезаем их в буфер Ctrl-X. Остальное все Ctrl-A, Delay. И возвращаем из буфера объекты Ctrl-F. Нужно снова наверх вернуть наш маяк. И давайте смотреть, что нам нужно сделать дальше с вот этими вот полосами, которых мы наколдовали здесь. Давайте выделим все вот эти вот области и сгруппируем в один объект Ctrl-G. И попробуем всю эту штуку немножко сделать поуже. Вот как-то так. Взойдем в нашу группу и в принципе мы можем каждый объект немножко сузить, расширить, то есть разбить всю эту форму. Давайте еще здесь, наверное, все-таки мы, раз у нас здесь каскад гор, тогда здесь у нас тень как бы должна закрываться. Поэтому скорее всего вернемся и вот этот момент мы сделаем вот как-то вот таким вот образом. Да. Все, выделяем нашу группу, переходим в меню эффект, исказить, трансформировать и здесь ищем по марке. Включаем просмотр и начинаем накручивать. Все. Окей. Разбираем этот объект, разобрать и оформление. Вот. Соходим в эту группу и смотрим. Здесь мы можем немножко подрепетировать кое-какие штуки. Вот у нас получается в некоторых моментах ненужные вот такие вот кусочки. Мы можем просто все выделить, обрезать. Поэтому мы просто выделяем вот эти вот все большие элементы. Ctrl-X, потом Ctrl-A и вот эти все штуки маленькие мы просто удаляем с клавишей Delete. И вставляем назад. Ctrl-F. Вот так мы получили лунную дорожку. Здесь, наверное, можно даже немножко ее уменьшить. Да. Очень хорошо. И, наверное, вот именно вот эту мы все-таки выровняем непосредственно с линии горизонта. И нужно здесь ее как-то еще разделить. Давайте сделаем копию. Ctrl-C, Ctrl-F. Возьмем нож и просто вот так вот отрежем кусочек. Кусочек линии. Вот так вот. Это удаляем, а этот кусочек мы сделаем белым. Все отлично. Теперь можно добавить цвет нашему объекту Луна. Для этого заходим в эту группу. Копируем вот этот круг Ctrl-C. Вставляем на передний план Ctrl-F. Немного расширяем его. Нам, между прочим, лучше, наверное, его было положить под объект. Вот так вот. И задаем ему радиальный градиент. Черно-белый. Радиальный. От черного к белому. Потом выделяем вот этот вот круг. Добавляем его в палитру, этот цвет. Возвращаемся к нашему градиенту. Берем этот цвет и устанавливаем его на место белого. А вместо черного мы ставим белый. Таким образом мы получаем свечение для Луны. И можем его теперь немножко даже увеличить. Вот как-то так. Отлично. Возвращаемся. И у нас здесь появляется вот такой вот свет. Теперь можно в наши горы добавить еще несколько световых элементов освещения вершины. Для этого я беру просто перо. И вот здесь вот по каркасу вот так вот делаю вот такие вот рисуночки. И мы им задаем какой-нибудь цвет из нашего круга, который нам больше подходит, нравится. Давайте вот такой возьмем. Вот. Хорошо. Ну и на другие вершины мы можем здесь делать вот такие спецэффекты. Все достаточно произвольно. Я даже не думаю куда. Не, ну на самом деле... На самом деле я немного представляю куда. Причем давайте сделаем так. Этот будет светлее. Где-то вот так. Этот будет немного темнее. А этот будет... Этот будет как раз вот этот. Да? Да. Теперь нам нужно вот эти горы сделать их копию. Ctrl-C. Ctrl-F. И вот так вот развернуть на нижнюю часть. И сделать фактически того же цвета, что и вода. Но немного... Совсем немного темнее. Ну и понятно, что наверное здесь нужно... Сделать какую-то цветовую разбивочку. Вот такими штуками. Я добавлю еще несколько вот этих элементов в воду. И белых бликов тоже еще. Не мешало бы в это место. Так. Вот в эту верхнюю часть. Вот так. Нам нужно конечно вот этот вот кусочек обрезать. Что для этого сделать? Для этого нужно использовать конечно вот этот круг. И просто спрятать под маской его. Давайте так и сделаем. Возьмем Ctrl-C, Ctrl-F. На передний план выделяем наше отражение гор. Нажимаем Ctrl-7. И нужно его спрятать под вот эти вот все блики. Поэтому переносим на задний план. Ищем. Где она у нас? И вот сюда. Даже вот так вот. Очень-очень хорошо. Давайте теперь на передний план сделаем еще какой-нибудь кусочек утеса. Просто возьмем вот так вот перу. Ну и как-то. Ну и как-то фоново сделаем. Не знаю. Какой-нибудь. Какой-нибудь элемент утеса. В цвет фона. Вот. Здесь даже можно внедрить какое-то дерево. Давайте попробуем скруглить, что можно. Как будет. Здесь что? Ну вот так. Остается еще сделать здесь тоже тот же прием, что мы сделали с горами. Давайте делаем Ctrl-C, Ctrl-F. Вот так вот разворачиваем. Растягиваем. Растягиваем. Подгоняем по форме. Делаем копию вот этого цвета. И вот это вот на передний план. И нужно тоже это спрятать под маску. Давайте мы его просто Ctrl-X. Зайдем в вот эту маску. И Ctrl-F прям в маску его и внедрим. Теперь вот эти вот блики. Было бы хитро, конечно, их тоже как-то разбить по этой форме. Давайте вернемся. Сделаем копию этой штуки. Ctrl-C. Ctrl-F. Выделяем только эти блики. Вот. Делаем их копию. Ctrl-C. Ctrl-F. Ctrl-G. Выделяем наш объект. Вот этот. И здесь нажимаем разделить. Переходим в эту группу и удаляем все ненужное. Точнее удаляем вот это вот. А это мы берем и вырезаем. Ctrl-X. И нужно удалить еще ненужные элементы. Возвращаемся и Ctrl-F. Ctrl-G. То есть сгруппировали. И теперь нужно его Ctrl-X. Вот это вот мы удаляем. И заходим в эту группу. Ctrl-F. Вставляем и делаем здесь какое-нибудь умножение. Или ищем, ищем. Какой-нибудь рассеянный свет вариант. Вот так. Давайте здесь добавим еще вот таких вот бликов. В этот край. На стыке. Для этого сделаем копию нашего элемента суши под маяком. Ctrl-C. Переместим ее. Положим точнее на передний план. Ctrl-F. Сделаем ее белой. Белой говорю. Ну. Нет. Не будет. Сделаем ее белой. С помощью альта. Сделаем вот такую копию. И все это дело вместе обрезаем. Получаем вот такую линию. Две даже. От этой можно избавиться. А эту мы немножко здесь покрутим. Создав вот такие вот элементы. Бликов. Пойдет. Эту часть можно просто даже немножко вытирать. Раз. С пластиком. Давайте теперь доработаем еще некоторые элементы в наш маяк. Заходим в нашу группу. И нарисуем ему здесь. Свет. Рефлекс от луны. Вот так. В какой-нибудь из нашей гаммы цветов. Возможно вот такой. Такую же вещь можно сделать и здесь. Вот. И по нашему парапетику. Пара-пара-петик. О-о-о. Так. Красота. И делаем окно. Куда-нибудь в нижней части. Маленькое такое небольшое окошко. Вот так маяк уже смотрится намного интересней с мелкими деталями. И теперь еще нужно зарядить вот тут у нас прожектор. Давайте это облако. Это облако. Сделаем его светлым. Почему бы нет? 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 Почему бы нет? Вот. Ну, отлично. Здесь тоже нам нужно какое-то облако. Темное, светлое. Давайте посмотрим. Ну, вот так. Да? Нет. Лучше, наверное, вот так. Вот так. И еще вот такое же светлое хочу где-то здесь вот прям. Точно такое. Так, хорошо. Теперь нам нужно сделать свет прожектора. Для этого нам нужно будет нарисовать вот такой вот луч. И использовать для этого градиент. Берем, значит, инструмент перо. Где-то в этом месте. Рисуем луч с рассеиванием. И назначаем этому объекту градиент. Черный мы устанавливаем непрозрачность 0. И задаем ему белый цвет. А белый сделаем немножко с холодным оттенком. И вот эти два объекта мы можем скруглить. Два объекта, два угла. Вот у нас есть луч. И наше красивое облако теперь недоступно. А мы старались. Давайте туда его, значит, где-нибудь внедрим. Еще, возможно, на вот этом элементе можно добавить каких-нибудь хитрых свечений. Какого-то такого плана. И я думаю, что на этом мы можем закончить. Если есть желание доработать мелкие детали, пожалуйста. Но в рамках нашего урока я свою задачу сделал. И постарался вам донести, как же делать такие вот интересные штуки с негативным пространством. Удачи вам и творческого вдохновения. С вами был Лео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok